всем добрый день сейчас мы в прямом эфире и расскажем вам про хлебницу этапы ее сборки из чего она состоит и как ее собирать в какой последовательности видео сохраним все оставим значит из чего сама хлебница когда отправляем в регионе из чего она состоит она состоит из получается практически 7 из 7 и 7 крупных деталей то есть стенка в миша покажи сейчас миша все рассказ который профессионал собирает и вот эта длинная стенка 1 2 торцевые 3 4 и боковушки еще вот эти сами боковые полу полукруги то есть есть меньшего которые входят внутрь есть большего который для большой их 4 плюс эти полукруги соединяются чем как мы видим прогонами теперь дальше в комплекте идет если покупаете с поликарбонатом поликарбонат торцевой профиль с перфолентой все вот эти вот саморезики шайбочки резиночка ну и болт чтобы для сборки сейчас я проведу так краткий потом сохраню и поговорим с вами дальше теперь про этапы как его собирать самостоятельно потому что на парник нет инструкции есть видео инструкция то есть их много и в каждом что-то есть по-своему бывает что некоторые нюансы которую якобы очевидны или видим и задают по ним именно вопросы начнем миша сначала если вы собираете вам нужно подготовить фундамент фундамент брус размером 1170 на 2 метра это внешний габаритный размер правильно повторяющий 1 1170 на 2 метра это внешний габаритный размер брус можете на доску даже доска даже станет правильно клиент один поставил 50 доску на ребро чтобы он выше был то есть так сказать сколотил короб это должен но главное чтобы вы выдержали внешние размеры 1170 на 2 метра идем дальше собрали фундамент короб брус что следующими этап собираем нижнюю обвязку то есть не нижнюю коробку которая собирается очень просто с помощью вот тут угол покажем вот этих саморезов кровля пять с половиной 19 шайбой коричневый эти отверстия просверлены правильно миша отверстия просто есть сама коробушка основания нижняя очень легко собирается собирайте его прикручиваем к фундаментам саморезы по дереву вот эти вот тоже идут в комплекте видите отверстия присутствует то есть получается всего лишь четыре штуки что здесь по центрам 1 2 и там по центрам 3 но если хотите еще так сказать закрепиться то можете самостоятельно прокрутить еще по углам то есть просверлив предварительно отверстие и купив саморез следующий этап то есть полностью собирается нет подожди собирается сначала железо то есть собираем полу вот эту хлебницы крышку полностью железом как собираем железо то есть на земле не на это вот открывай нюансы смотрите обратите внимание заходим внутрь вот тут отверстие просверлено то есть вот эта сторона должна быть смотреть внутрь но тут все понятно на маленькой все понятно просто в отверстие вкручиваете то есть мально маленькой крышки ничего такого против сверхъестественного не только крутите в отверстие то есть два вида прогонов под пятником в одну сторону и под пятником на две стороны идем дальше собрали ее дальше миша потом собираем вторую до времен то кроется поликарбонатом вот это пластина как я закрыл то есть сначала наверно кроется поликарбонатом то есть до установки на само основание кроем вот этими полукругами правильно нижняя часть где перфолента и тортовой профиль клоп саморез по дуге ставим одеваем резинку уплотнительно и крепим с шайбой клоп вот видите раз два три четыре пять эти отверстия потом ставим вот эту крышку до вверх с одной стороны идет заводской рейс а с другой стороны подрезаем по месту потому что лист идет 2 10 длиной также на самой крышке крепление идет вот где прячется видите профиль шайба клоп просто через торцевой профиль без перфолента вверху здесь внизу крепим наоборот шайба и клоп и перфолента с торцом все когда мы собрали получается собрали да крышку собираем вторую такой же последовательность вот такой же последовательность здесь наоборот смотрите можно их вот так перевернуть сверху надо ставить без перфоленты ставится просто торцевой профиль и крепится на клопы ставится перфолентой торцевой профиль обратите внимание везде то есть торцевой профиль с перфолентой сверху без вот тут вот так не поставится там ограничитель ты так не поставишь ты не поставишь ты в комплекте это ложишь что бухта 24 метра погонных ты не экономишь компания деньги совсем грабишь компания а мне вот сейчас клиент сказал что у него вообще ничего не хватает ваня обманывать меня так вот я запросил видео чтобы они сняли показали мне что они где накрутили обратите внимание большинство накручивает где хотят и и что хотят и потом кричат что не хватает теперь по большой есть хитрость миша расскажи какая есть хитро при сборке большой половинки какая главное крепление прогонов хитрость чтобы оно не дошло потому что смотрите обратите внимание прогон здесь нижний то понятно он вдоль а вот который вот как его посмотреть вот этот вот прогон вот видите верхний он многие прикручивать вот так вот и он начинает царапаться ну кого нет не там ограничить вот вот этот прогон верхний вы должны сделать вдоль вдоль трубы не вот сюда а вдоль не там бывало что и что-то там путали бывает всякая крутия просто покажу как должно быть то есть должны быть вдоль здесь но здесь понятно двойной да и здесь здесь можно вниз здесь вниз вот так вот горизонтально ветер проложит следующий этап у нас собран короб на фундамент и собраны и половинки мы обшиваем низ миша дальше обшиваем низ здесь идут полосы в комплекте вот здесь высота 200 войны то какие уже 250 то есть вот этот кусочек мы вложим на 250 если в комплекте с поликарбонатом покупает его прикручиваем внизу к брусу просто саморез вот эти саморезы даже в комплекте вот эти саморезы даже лежат комплекте ими нужно прикручивать по низу я так понимаю что многие крутят шайбами и поэтому у них не хватает на покрытие вот ваня и потому что все говорят что у них этих желтых саморезов огромное количество остается а ими нужно прокручивать как мы видим по низу к дереву выйти через профиль чтобы профиль держался и низ поликарбоната держался сверху прикручиваем клопами дальше миша потом вставляется маленькая часть вставляется здесь у нас идет нет винт под паттай покрытием вставляется вот эта верхняя штука то есть надо как-то отогнать отогну а отогнули сначала железо но можно если вы собрали на улице вы просто откручиваете вот эти саморезы крайние до отогибаете и засовываете винт так можно вот и здесь обязательно вот тут война ты сколько шайб ложь по 2 на каждую 4 шайбы ставится гайка и шайба чтобы меньше было так сказать трения ставится винт кройками и здесь просто на гайку крутится вот и все дальше резинка резинку становится очень просто на торцевые часть здесь внешне у ней выходит поликарбонат наружу видите он прижимается листом здесь крепится здесь крепится смотрите кровельными потому что он прижат да здесь ничем не прижимать здесь надо крепить клоп с шайбой потому что здесь есть место куда прикрепить выяснили в нижней части просто резинка верхний под поликарбонат ну все вроде бы все рассказали заглушки какие и маленькая часть доставить и заглушки на большой нет это покажи миша здесь не ставится потому что она никак не подойдет будет операция будет у вас щель и вот ограничитель тоже за две заглушки с одной и с другой стороны но сам то сразу желание говорит забивается ограничить ну вот вроде бы все рассказали видео сохраню обрежу ну а сейчас ну все механ спасибо за полную консультацию а сейчас будем еще собирает у нас в уфе стеклянные теплицы будешь рассказывать про стеклянные теплицы пойдем или новый эфир сейчас подождите новый эфир то сохраню перекурим мы же не кури миша молодец уральская садьба вообще не курит и мы сейчас пойдем расскажем про этапы сборки стеклянной теплицы потому что огромное количество у нас ваня помахая маме рукой она тебя машет вот так очень огромное количество теплицы поэтому задавайте вопросы все рассказал про парни час это видео сохраню и начнем прямой эфир по новой так что ничего сложного нет главное посмотрите наше видео и собирайте по видео и у вас останется очень много еще лишних запчастей запчастей мы все огромное всем спасибо